Добрый день, дорогие друзья! И с вами, как обычно, канал Путешествия Не Только. На данный момент мы снимаем первое видео в 2024 году. И у нас новое турне по Гродненской области. Это желудок Можейкова и Мураванка. В Ужелудке я когда-то был в 2018 году, но здесь находится усадьба Святополк Четвертинский. Я ее не нашел, потому что там она была заросшая в кустах, но погугли в интернете. В принципе, нашел место, где можно будет зайти. Ну а на данный момент мы посмотрим сам агрогородок Желудок. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Поехали! На данный момент мы с вами находимся в центре агрогородка Желудок. Здесь, например, такие вот каменные скульптуры. Например, вот эта женщина. Вчера было 8 марта. Всех женщин с праздником. Ну и вот такие вот там тоже имеются волны. Ну вот мамонт также тут имеется. И в какой-то степени даже, наверное, символично. Потому что на одном из местных огородов был найден клад римских монет 2 века нашей эры. Об этом также говорят и случайные находки старинной керамики. Хотя в Желудке никогда не проводились археологические раскопки. Ну а этот клад римских монет был утрачен во время Первой мировой войны. Поэтому можно, в принципе, предполагать, что в Желудке люди жили 1800 лет назад. Но все-таки более правдоподобно Желудок был основан в 1490 году великим князем литовским Казимиром. В центре вот Желудка имеется вот такой вот небольшой скверик и памятник воину-освободителю. Ну и также здесь имеется церковь преподобного Мартина Туровского. Но, как вы видите, это современная церковь. Она была построена в 1998 году. Соответственно, 26 лет назад. Также здесь имеется карта достопримечательностей Щучинского района. Я, наверное, вам еще не говорил, да, что Желудок находится в Щучинском районе. Некоторые места мы с вами, например, посещали когда-то. Например, вот эта дуга Струвы в деревне Лопаты. Можете посмотреть у меня на канале. Подсказка выскочит. В планах у нас дальше поехать в Мураванку. Вы тоже могли ее видеть на некоторых видео, когда она находится возле железной дороги. И я ее снимал. И также есть вот эта вот усадьба в деревне Большое Можейково. А вот правее Большого Можейково, уже в Литском районе, есть Малое Можейково. Или просто Можейково, как сейчас оно называется. Там тоже есть усадьба, поэтому постараемся какой-либо одной из двух их посетить. А может и двух, если удастся. Ну, а в западе Щучинского района, например, есть деревня Руткевича. Здесь находится Музей Холодной войны, бункер 77. А с другой стороны карты мы видим историю агрогородка Желудка. Или Желудок, правильно, даже так будет сказать. И вот такой интересный факт, что при Антоне Тезенгаузе в 18 веке он стал владельцем агрогородка. Ну, тогда, наверное, местечко, да, скажем так, тогда не так назывались. При нем был рассвет. Он создал уникальную планировку. От площади вот этого, от которой мы с вами видим. И даже сейчас он разбил улицы в виде солнца. И, в принципе, эта планировка сохраняется и по сей день. Смотрите, одна улица уходит, вторая, третья, там четвертая, пятая. В общем, сколько здесь получается? Шесть-семь улиц уходят от этой площади. Ну и на данный момент население в Желудке, к сожалению, падает. И на 2023 год, на прошлый год, оно составляет тысяча два человека. А здесь мы с вами видим камень, сквер, заложенный в честь 175-летия рождения Валерия Врублевского. Именно здесь он и родился в Желудке. Это один из предводителей восстания Костуся-Калюновского, которое произошло в 1863-64 году. Открытие памятного камня произошло 22 декабря 2011 года. И вот за 12 с небольшим лет вот оно так вот уже стало обшарпанным достаточно. Надо за этим ухаживать. А вот мы с вами, дорогие друзья, и приехали к бывшей усадьбе Святопол-Четвертинских. Но мы видим с вами КПП, забор, также вот здесь домик, но никого нету. И даже есть охрана. Вы видите, вот это вот собачка. В общем, сейчас будем попытаться звонить по телефону. Может быть, кто-то нам и откроет. В общем, вот такой вот домик здесь КПП. Позвонили мы сейчас по телефону. Сейчас кто-то должен нам подойти и открыть. Вход на территорию стоит 4 рубля. А до 16 лет, кстати, вход бесплатен. На данный момент сама усадьба находится в аварийном состоянии. Ну, может быть, удастся нам внутрь полазить. Скажем так, сталк. Ну, что ж, вы видите, что я зашел за территорию, точнее, уже в территорию дворца. Короче, пустили. Короче, принцип самообслуживания. Лазить можно где угодно. Даже специально мне дали ключик, чтобы открыть вход усадьбы. Короче, нам удастся с вами полазить. Ну, а здесь мы с вами видим маршрут экскурсии. Конюшня, дворец и каретная. Каретная. Ну, наверное, пойдемте давайте сразу к самому интересному. А именно к самому дворцу. Сразу же обратите внимание, что вот как идет аллея. Одна влево, другая вправо. Это этакий французский парк. Ну, вот, собственно говоря, это вот и была каретная. В принципе, можно, может быть, и залезть. Ну, в принципе, наверное, там сохранности ничего никакой, наверное, нет. Просто обычные стены. Да, так и есть. Какая-то дверь, стул, стол. В общем, остатки просто дерева и все. Ну, а теперь мы расскажем про историю самой усадьбы. В конце 19-го, в начале 20-го века имение Желудок приобрели Светопол Четвертинский. И к началу 20-го века помещики идтились в одноэтажном доме. И было принято решение сделать стройку века. В 1907 году началось строительство этого дворца. И он был построен очень быстро. Буквально через год он уже был открыт. То есть, официальная дата открытия 1908 год. В принципе, мы с вами посещали другие всякие усадебно-парковые комплексы. Как правило, они были построены в 19-го веке. Ну, как правило. Но начало 20-го века, сами понимаете, 116 лет всего лишь. Не так уж, что и много. Архитектором был известный тогда Владислав Маркони, который, например, строил дворец в Косово. Мы с вами посещали, по подсказке можете также посмотреть. Кроме трехэтажного дома он также вписал в проект парк, флигель, мельницу, пруд и всяких других вспомогательных построек. Его расцвет сразу же и был в те времена. То есть, во время царской России, когда он был построен. Он также пережил Первую мировую войну. Его не трогали кайзеровские войска. Он также был расцвет и во времена Польши, то есть до 1939 года. Во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, дворец был превращен в военный немецкий госпиталь. И вот последний из фамилий именно Святопол Четвертинских, он умер в Освенциме. Печально достаточно. Ну а затем, после Великой Отечественной войны, в 60-е годы, здесь была территория воинской части. И просуществовала она до распада Советского Союза. Ну а затем, вот ее и пришло, в принципе, запустение. За последние 20 лет он очень сильно пострадал. Здесь снимали, например, фильм «Массахра», один из белорусских фильмов. И вот тогда, во время сценария, там внутри все переделали. Очень много тогда вот и было все утрачено. На данный момент, как вы видите, находятся в аварийном состоянии. Нам сказали, как можно пройти быстрее вот эти вот входные колонны, они находятся в самом аварийном состоянии. Также еще забыл сказать, что когда была здесь воинская часть, по рассказам некоторых с 83 по 91 год, некоторые жители Желудка рассказывают, что за дворцом находилась база военной оптики, а кто-то говорит, что там даже был склад ракет. Ну, это просто догадки. Ну что ж, а теперь мы с вами пойдем внутрь этого объекта. Пошли. Ну, вот, собственно говоря, вот здесь и главный вход, и вот одна из сохранившихся и главных достопримечательностей внутри самого дворца, это вот эта вот винтовая лестница. Смотрите, на лестнице даже вот такая вот резнина есть. В общем, еще раз повторюсь, что эта вот лестница – одна из главных достопримечательностей этого дворца, что сохранилось на данный момент. Во время, когда была воинская часть, здание самого дворца – это было общежитие для офицеров. Тому и подтверждение. На потолке мы видим звезду Красной Армии. Дверь входная старинная, в принципе, она аутентичная. Я думаю, она сохранилась за эти 116 лет. Заходим вправо, здесь вот такие вот ходы. На окнах такие вот ставни. Даже, обратите внимание, лампочка сохранилась. То есть, это доказывает факт, что мародерства, в принципе, практически нет. Хотя всякие надписи тут есть, вон, Брянск, что-то тут еще какие-то тут надписи, Вороново и так далее. Жаль, что вот ничего не сохранено из всяких вот мебели той же самой, да, то есть тут только, по сути, двери и… О, кстати, выключатель. Интересно, он работает? Ну, я думаю, вряд ли. Провода выдрали. Не, не работает. А жаль. Прикиньте, сейчас свет бы запалили бы тут. И можно, в принципе, жить. Батареи те же вот выдрали. В принципе, мародерство было, но не настолько сильное. ДМБ-85. Но, тем не менее, если зайти в другое помещение, мы с вами видим, например, на потолке сохранившуюся репнину. Опять же, наверху звезду Красной Армии. Ну и, например, главный сохран здесь – это вот этот камин, в котором до сих пор лежат дрова. Как оказалось, этот камин не настоящий. Это всего лишь муляж. Поэтому, скорее всего, это делали для фильма, который снимался здесь 14 лет назад. Скорее всего, вот его и оставили на память, так скажем. Ну, пойдемте дальше смотреть разные комнаты. Давайте туда пройдемся. Везде вот такая сохранилась советская плитка. Это вот есть вот таких малых помещений. Быстрее всего, может быть, даже это вот и были, например, одно из помещений. Вот комната для офицеров. В принципе, это и вполне возможно. Как раз что-то похожее. Смотрите, это прямо музейный экспонат. Кирзовый сапог. В таких мне не удалось, к сожалению, побегать. Сейчас, как мы знаем, в армии Берца. А вот здесь мы с вами паркет видим. Скорее всего, может быть, он и сохранился еще с 1908 года. Ну что ж, поднимаемся с вами на второй этаж, по этой недобой лестнице. И сразу же, перед входом, мы видим вот этот вот стул. Тоже, скорее всего, в бойцкой части сохранился. Ну и вот на втором этаже вот такой вот вид из окна. Кстати, здесь вот пол, как мы видим, уже немножко прохудился, поэтому надо быть в этом плане очень осторожным. Полы, как вы видите, ну где-то три четверти, они деревянные. Ну и вот такой вот вид. Ну, собственно говоря, вот и название фильма. Здесь вот написано «Массакра». Обнаружил я лестницу, она, скорее всего, идет на мансарду. Поэтому давайте поднимемся. Посмотрим, что там. Кстати, тоже деревянная. А вот стены советские уже покрашены. Традиционно там синий цвет, зеленый вот эти вот. На левый вход тут. Это вот была дранка, специальная такая сетка. То есть она еще сохранилась с тех времен, с 1908 года. А потом уже на нее накладывалась эта вот кладка. Видите, она вот так вот местами как-то... Кладка обрушилась, и вот это вот уже видна эта сетка. Мансардный этаж мы тут с вами видим. Вот крыша так вот идет. И кое-какие даже коммуникации имеется. Либо водопровод, либо на отопление. Что-нибудь такое. Сейчас здесь... О, а здесь, смотрите, справа. Здесь такая вот интересная... Даже не знаю, как это сказать. Ну, типа, лепнины, но это не лепнина. И это, смотрите, тоже муляж. Это тупо пенопласт. То есть, грубо говоря, это тоже все для фильма сделано было. Ну, вот, собственно говоря, вид из третьего этажа. Повыше уже тут все-таки как-никак. Это такое вот достаточно маленькое окно. Таких это два. Ну, это побольше. Но здесь уже, как видим, не стекло, а поликарбонат. Еще один сапог мы с вами видим. Ну, а здесь вот еще такая вот еще одна лестница вниз. Она более широкая. Возможно, мы потом по ней спустимся. Местами, как мы видим, уже и разрушается. Коммуникацию мы тут видим. И еще, вот видите, чем подперлись. Обычным стволом от дерева. Коммуникацию мы видим. И еще, кстати, те, дорогие друзья, что мы с вами поднимались по одной лестнице, а спускались по другой. А оказывается, не соединены они между собой. То есть, вот, смотрите, вот я пришел, грубо говоря, к той первой лестнице, к которой мы поднимались на третий этаж. И вот, что мы видим. Здесь стена. Поэтому придется по той лестнице либо дальше спускаться вниз на первый этаж, либо подниматься наверх и потом уже оттуда спускаться. В общем, легко здесь можно запутаться, как многие говорят. Даже тут по, ну, по всяким легендам, что здесь в подвале можно даже найти привидения. Ну, это, честно говоря, маловероятно. Я не верю в это. Ну, а запутаться здесь действительно очень-очень легко. А вот в подвал бы, как мы видим, замуровали. Хотя внизу он есть небольшой, скажем так, проем. Но специально это сделали, чтобы школьнички и всякие туристы туда не заходили. А здесь, смотрите, здесь вообще, ну, здесь дверь закрыта, чтобы выйти. А здесь современный электросчетчик. Ну, я туда ссывать пальцы, естественно, не буду. Возможно, тут все и рабочее. Ну, вот, а обратно, опустившись на первый этаж, все-таки здесь есть сквозной проем, поэтому спокойно здесь уже можно будет выходить. Ну, вот так вот мы с вами посмотрели вот сам дворец. Еще раз расскажу, как туда можно попасть. Так как, скорее всего, вы приедете, будет закрыто. Поэтому звоните по телефону, вам дают, вы записываетесь в журнале. Вам, возможно, даже дадут ключик, как мне. И, таким образом, вы можете потом здесь свободно посещать. Ну, и не забудьте оплатить 4 рубля. Ну, а мы продолжаем идти и посмотрим еще другие объекты этого комплекса. Здесь мы с вами видим еще одно строение от усадьбы. Оно находится, если смотреть на вход усадьбы, самого дворца, справа находится флигель. Тоже, как вы видите, все запущено в состоянии, но зато вот такая вот интересная арка. Ну, что, давайте зайдем внутрь, включим фонарик и посмотрим, что там находится. Ну, здесь мы видим с вами вот такой вот вход. Ну, и справа здесь также имеется. Ух ты! Ходы здесь. Крыша немного обваленная. Ну, и вот здесь вот мы с вами видим вот такое вот просторное помещение. Опять же, как мы видим, все, ничего не сохранилось. Единственное, только какие-то опилки внизу лежат. Прямо реально какой-то такой запрос, как будто мы возвращаемся на нашу тему сталки. У меня, кстати, дорогие друзья, на плейлист на канале, даже можете глянуть. Даже вот есть подтверждение, вот, обратите внимание, что вон там есть плитка такая вот, советская достаточно. Тоже, наверное, относилось к какой-то, может быть, когда была здесь воинская часть, флигель, возможно, использовать под какие-то склады. Это так, лично мое мнение. Еще, как один из вариантов, это могла быть столовая части. Очень похоже. Смотрите, здесь вот выдача пищи была, и, грубо говоря, там была мойка. Ну, а здесь это вот было, скажем так, обеденный зал. И вот, обратите, какой вот был фундамент. Полностью сделан из камней. А вот, собственно говоря, вот эта вот каменная башня, которую мы с вами снимали изнутри. У нее, кстати, там даже вон есть дверца. Ну, в принципе, мы с вами с той стороны были, поэтому вы все могли видеть. Что интересно еще, что возле самого флигеля здесь вот такое какие-то... Что-то под болото, какие-то вот пух вот такое, как будто это какие-то камыши, но это на самом деле не они. И так вот выглядит очень так уныло и заброшено вот так вот на фоне. Очень, на самом деле, вот под заброс подходит такая погода, несмотря на то, что уже март, весна. Но выглядит все это как в ноябре. Прямо на данный момент можно сказать, что весь этот комплекс, это Желудокская Припять. А вот это дерево любви. Да, что-то оно совсем, оно покосилось. Даже больше что-то мне напоминает, что-то фруктовое, что ли, это дерево. Но вряд ли, потому что здесь, как правило, были липы, грабы, дубы и так далее. А здесь мы с вами видим вот такую вот деревянную, ну практически деревянную конюшню. В принципе, вот она рядом. Вот конюшня, а слева вот эта каретная, которую я вам первое, вот как мы только зашли, я вам показал. А это справа граница комплекса и бывшей воинской части. Ну даже и сюда можно залезть. Ну я не думаю, что в конюшне что-то тут будет. А, тут вообще просто стена, а здесь сено. Ну вот так вот мы с вами посмотрели усадебный комплекс Светопол Четвертинских. Это главная достопримечательность агрогородка Желудка. Ну и поедем на завершающее место, к последней достопримечательности этого агрогородка. Я решил еще немножко выехать за пределы Желудка. Это уже не Желудок мы с вами находимся, но мы с вами видим вот эту усадьбу Светопол Четвертинских отсюда. Кстати, красиво так вот видна здесь. И мы видим, что забор идет далеко довольно. Вон аж до Тудова. А здесь вот протекает речка Броста. Здесь сделали такой вот подпрудик. Ну и вот непосредственно она туда идет. Ну а там вот мы видим с вами практически весь Желудок. Такие вот двухэтажные, трехэтажные домики. Очень красиво видно. Даже, кстати, на этом вот прудике катамаран есть. Ну правда он уже не используется. А здесь мы с вами видим еще одни остатки от усадьбы Светопол Четвертинских. Справа это была винокурня. Здесь вот еще была мукомольня. Я смотрел по карте, но она не сохранилась. И вот она была вон там. Вы видите груду камней. Вот она вот там вот и была. А здесь вот еще находятся вот такие вот амбары. Как гласят карты. Некоторые деревянные, некоторые сделанные из камня. И это вот уже, собственно говоря, не Желудок. Они вот находятся уже в деревне. Очень оригинальная достаточно деревня. Она называется Заря Коммунизма. Ну и вот последняя достопримечательность Желудка. Это костел Успения Пресвятой Девы Марии. Построенный в 1853 году. В некоторых источниках он именуется Успенским Крамом. Это название также корректно в католической церкви Успения Богородицы. И ее вознесение воспоминается в рамках одного праздника. Сам он имеет прямоугольный в плане объем с полукруглой апсидой, двумя боковыми резницами и трансептом. Также он накрыт двухкаскадной крышей. В начало 20 века над главным фасадом также возвышалась восьмигранная шатровая колокольня. И такая же по форме, но меньшим размером башенка над алтарной частью. Здесь, кстати, похоронен и гродинский староста Антоний Тизенгаус. На территории храма находятся вот такие вот скульптурки. Например, вот здесь вот, ну, судя с польского языка, так что памятник в честь 170-летия начала постройки этого костела. 1853-2023 год. В общем, так то, так красиво здесь облагорожено. Ну и вот так вот мы с вами посмотрели агрогородок Жердулдок и его усадебный комплекс Святопол Четвертинский. Думаю, наверное, видео получилось очень длинным. Ну а мы с вами направляемся дальше, в Мураванку. Там находится одна из известных оборонительных церквей 16 века. Ну а с вас лайк, подписка, колокольчик. Всем удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok